Приветствую любителей подземелья и дракона. В эфире инженерный подход, канал FIGAX. Продолжаем проходить Baldur's Gate 3, замечательную игрушку от Larian Studios. Не остыл в нас еще дух авантюризма. Каким-то удивительным образом игра умудряется цеплять, вызывать большой интерес. И то самое чувство первооткрывательства, чувство, когда ты что-то такое проходишь, оно прям действительно интересно, ты узнаешь что-то, открываешь какие-то новые локации, изучаешь их. И это все действительно приятно и интересно делать в этой игре. Копаться вот в этой боевой системе, диалоги тут достаточно неплохо прописаны. В общем, все в полном порядке. На самом деле я прям кайфую, сколько уже часов наиграно. Я прям получаю истинное наслаждение, которое давно не было от игр такого жанра, по крайней мере. Ну что, продолжаем. Запасайтесь там попкорном, ништяками, чаек, компот, что у вас там есть, кофеек. Кто что любит, продолжаем проходить Baldur's Gate 3. И так, остановились мы на том, что привалили слегка несколько гарпий, тела их же исчезли. А, нет, не все исчезли, вот они валяются, дохленькие, красивенькие. Красиво пели, но очень некрасиво хотели нас сожрать. И совершенно случайно Астари он спалился в проточной чистой воде. Ему наносится урон, потому что он гребаный вампир. Вот так вот. Здесь ничего нет. Это берег. Там уже течение, кстати, красивая анимация. Не только лишь везде можно увидеть, не во всех играх, вот такой вот именно плавный переход течения. Это очень красивая анимация, на самом деле. Вечная вода как-то неправильно течет. А тут вот все по уму. Ну и да, этого пацана мы спасли. Что-то у нас Энджи приболел. Можете его полечить кто-нибудь, а? Тетеньки, дяденьки. Никто ничего, да? Я не хочу пузырь тратить на это дело. Лечебный. Волчара меня тоже полечить никак не может, к сожалению. Может только покусать. Делать этого мы, конечно же, не будем. Идем побазарим с парнем. Я, наверное, даже сделаю это типа от своего имени. От своего лица. Их больше нет, конечно. Всех убили. Ты как, в порядке возвращайся? Крэм, хватит ныть, а то они вернутся. Нет, я так отвечать не буду. Тут есть вещи пострашнее Гарпин. Да-да. Да нету их больше, только Мол осталось. Она мне прям голову оторвет. Я ж золото из гнезда не достал. Мне надо бежать. Надо тебе с Мол познакомиться. Она спасибо скажет, что ты мне помог. Найди пацана Дони. Скажи, что хочешь увидеть логово дракона. А этот пацан, по-моему, уже все. Но тогда через щель в камнях пролез, и я его, наверное, уже и не найду. Но спасибо, парень, за наводку. Я думаю, вот эти колонны здесь не просто так стоят. И вот, пожалуйста, сундучок. И вот он, секретик. Кто будет сюда прыгать? Астариан, он у нас вор, плут, мошенник, вампир, филантроп, миллиардер. А ты сможешь? Не сможешь. Ближе подойди куда-нибудь. Я, конечно, могу заклинание применить. Чувствую, придется это сделать. А прыгать у нас умеет кто? Тебе долгий отдых нужен. Тебе есть вообще прыжки? У тебя их нет. И у тебя нет. Договорились, отправляемся в лагерь на долгий отдых. Лейзель кастанет любого существа. Она может кастануть. То есть она бафнет нашего, этого Астариана на прыжки. И он сюда запрыгает. Блин, а обратно он как возвращаться будет? Хороший вопрос. Используйте прыжок. Ладно, что-нибудь придумаем. Как его оттуда вытащить? Может быть, я просто сундучок в карман закину. Но вопрос... Вопрос весит-то он немало. Тогда проще Лейзель туда отправить, закинуть ей в карман сундук и вернуть ее обратно. Она-то может, если что, сама себя бафнуть. Всего раз, но этого будет достаточно. Иди сюда. У тебя случайно не увеличена дальность прыжка? Кстати... Глячу. Дальность 7,5 метров. А у него 5,5 метров. А с чем это связано? Вопрос. С физической силой? Это что? Это инвентарь? С это не то? Блин, вечно путаюсь. То есть, нестандартные кнопки. Обычно С это экран персонажа. А тут это Н. Внезапно. Сила, наверное, влияет. Да. Дальность прыжка и вес, который можете переносить. Замечательно. Она у нас самая сильная, поэтому будет прыгать за всех. И за себя, и за того парня. Сундук открывать. А ты можешь прям открыть. Все. Вот ради этого я сюда скакал, да? Тут явно должен быть какой-то внимательный персонаж еще. Чтобы это все изучить как следует. К сожалению, ей я никак внимательность сейчас не накину. Цель слишком далеко. На ту колонну она вообще никак не запрыгнет. Да и нечего там делать. Я так подозреваю. Возвращайся назад. И сейчас все равно отправимся в лагерь. Отдохнем, полечим энджи. Подкатим все свои заглянания. Ну, не говори, что ты не можешь сюда прыгнуть. Во, давай. Красава. Все, все живо-здорово. Давай сюда. Лоизель, сородичи тебя ищут? Разумеется, нет. Очищение это моя забота. Суровый у вас народ. Отправляемся в лагерь. О, волчок даже не пропал. Гейл, че скажешь? Чем могу помочь? Да ничем. Кто не знает, это колдунец местный, тоже с паразитом в голове. Тоже попался в лапы к этим элитидам. Ты опять на меня пялишься, че надо? Че будешь делать? Избавляться от личинки. Если мы можем ее понять, нам не удастся ей управлять. А ты не хочешь ничего сказать про то, что ты там урон от воды получаешь, например? Что с нами произошло, нам стоит познакомиться получше. Ничего нового. Это скелет в капюшоне, без капюшона. Он же больше похож на мумию, чем на скелет. Он, с его слов, может нас оживлять. В случае смерти кого-то из персонажей, уж не знаю, не доводилось пока это дело испытывать. А вот Моизель сидит. По-моему, с ней я в лагере еще не беседовал. Будь он великий талант или нет, ни один друид не может вычистить внедренную личинку. Я не верю в эти фантазии. Ага, да, кстати, у друидов нам надо найти целителя. Зовут ее, по-моему, Нетти или Натти. И она где-то там внутри сидит. Надо будет туда сходить обязательно сейчас, после отдыха. Что нам делать-то? Ну, я и так знаю, что делать. Найдем этого Зору в лагере красных охотников. Он укажет нам путь к еслям. Там нас смогут очистить. Зору. А я могу журнал открыть? Прямо из-за диалога не могу, ладно, неважно. Ты уверена, что если наш единственный путь к исцелению? Я знаю, что с нами будет. Абсолютно. Я также рьяно постигал учения в лакит, как и тренировался. Библиотека в еслях хранит ответы на все возможные вопросы. Это дар самой в лакит, данный нам, чтобы достичь полного понимания вещей. Это не ответ на мой вопрос, но... Понимание должно быть понятным. Какая такая мудрость бесценна? Бесчисленные ученые бородят просторы Астрального моря и сопредельные миры. Наблюдаются обычаи медикарей, изучают столь отдаленные планы, что порядок превращается в хаос, и холод рождает огонь ярости. Планы всегда беспокоены, а их население всегда меняется. Гитянки обладают бесконечными знаниями. И тем не менее мы постоянно накапливаем новые. Бесконечность на бесконечность. Я ничего не понимаю, что ты говоришь. Если мы не сможем исцелиться, мы станем гайками. Я это уже знаю. И постепенно превратимся в таких же элитидов. Это наш сундук. Тут все понятно. Ложимся спать. Ничего нового мы не услышали, кроме... Ну что ж ты промахнулся-то мимо лежанки? Ну как так можно? Лайзель нам, по большому счету, ничего нового не сказала. Вечно вы там болтаете между собой. Я чувствую, у вас будут проблемы во взаимоотношениях. После отдыха волчок исчез. Кого бы вызвать на этот раз? Паукан, ворон. Расстояние совершает точные атаки. Медведь, давай. И да, у меня откатился еще и навык разговора с животными. Надо будет обязательно этим воспользоваться. Что вообще происходит? Тут я территорию изучил. Правда, судя по карте, недостаточно. Там что-то еще осталось. За вот этой вот рекой, там по берегу можно еще пройти куда-то. Сюда я запрыгивал. Здесь было поле боя. И вот там вот можно было внезапно пройти. Давай, пока мы далеко не ушли. Сгоняем. Вот сюда, вот за уголок. Да-да-да, вон там что-то есть. Ну, выделяйся. Давай сюда. Ну, в смысле, я уже осмотрел берег. Завершено, да. Старий, он, надеюсь... Да, он додумался, он встал тут. Воду пошел таки в воду. Вот еще один сундучок. Пока не поздно. Ну, ты где-то... А, ты уже здесь, я тебя понял. Пока ты один, вернись сюда по-быстрому. Через отсюда давай. По воде, чтобы меньше ходить. А то хп восстанавливать не так-то и легко на самом деле здесь. Открываем сундуча. Забираем еще пять золотишка. Топаем вот сюда. Ну, он два хп потерял на ровном месте. Можем прыгнуть сюда. Наверное, это просто замкнутый круг. Но это не точно. Чтобы добраться, используйте прыжок. Легко. Топаем дальше. Жалко, что союзники не могут так же прыгнуть. Гнездо. В гнезде письмо. И пацан говорил что-то про золотишко из гнезда. Надо смотреть. Давай прочтем. Потом, если надо будет, закинем. Мириам, прости меня за долгое молчание. Слишком много новостей. Вначале о хорошем. Двухпалая Мэгги больше тебя не потревожит. Я отплатил ей сполна. Мне очень жаль, что ей вообще стало известно твое имя. А теперь новости похуже. Любовь моя, я не вернусь домой. По крайней мере, не скоро. Я получил деньги от группы наемников. Возможно, будет лучше сохранить тайны, от какой именно. И взамен согласился выполнить пару заданий в долине Ледяного ветра. Они заплатили мне авансом, потому что... Боги, как странно писать тебе такое. Потому что им нужен колдун, им нужен я. Согласился на сделку с Камбионом. Или Камбионом. Хрен знает, кто такой. Не буду утверждать, что у меня не было выбора, поскольку это было бы неправдой. Но я не жалею. Я чувствую, что переродился. Впервые в жизни я ощущаю силу. Запах серы. А это не отряд вот этих тифлингов, случайно? Я пойму, если ты не захочешь отвечать на это письмо. И если ты не захочешь, чтобы я возвращался как-то бы то ни было, я это тоже пойму. Люблю тебя, Мириэм. Я хочу, чтобы ты была счастлива со мной или без меня, Эдмунд. На всякий случай возьму. Вдруг я эту Мириэм где-нибудь найду встречу. Кость, гелиотроп, кровавый камень. Кровь можно выжать из любого камня, если у него достаточно острые края. Он стоит немало денег. Кольцо цветных брызг. При определенном освещении центральный самоцвет играет всеми цветами радуги. Цветные брызги. Посмотреть. Цветные брызги. Из вашей ладони вылетают яркие разноцветные вспышки, ослепляющие существ до общего значения 33 ОЗ. Короче, слепоту вызывают. Хорошая вещь. Полезная кому-нибудь наденем на пальчик. Вот, пожалуйста, о чем я говорил в начале ролика. Дух исследования, авантюризма. Игра поощряет вот такие вот заглядывания за угол. Всякие внимательные изучения локаций, вдумчивые, неторопливые. И вот эти самые награды бывают приятные. А бывает всего лишь 15 золотишка из сундука. Ну, запрыгиваем и что-то. Все, пошли. Вряд ли мы вот здесь что-то еще найдем. Если только твой внимательный глаз еще что-нибудь зацепит. Ну нет, даже проверки на внимательность не проходят. А раз она не проходит, значит там нечего смотреть. Медведь, походу, здесь просочиться не смог. На полоскую щель. Ну, с этой стороны просто платформа. Она была в бою. Полезна бы, если бы я сюда завел лучников. Ну и на ней, по-моему, одна из гарпий сидела. Продолжаем наш путь. К сожалению, отхил сжирает ячейку заклинания. А ячейки заклинания перезаряжаются только в лагере во время длинного отдыха. Знаешь, о чем я первым делом думаю, когда вспоминаю врата Балдура? О еде. Пошли, короче. С вашего позволения, эту болтовню я не буду зачитывать. Она бесконечна. Как узнать, где здесь мол? И кто это вообще? Ты не мол, насколько я помню. Девочка, которая на лютни играет. Но давай-ка я с ней еще раз попробую побеседовать. Надо будет узнать все-таки, чем... Альфира ее зовут. Надо узнать, чем она может нам помочь. Или мы ей... Наконец-то я нашел, как пропускать диалоги. Молчать, слушать, что за мелодия. А давай-ка дай, раз уж с ней другой персонаж говорит. Я попробую поговорить... Не музыка, а кошачьи вопли. Проклятие. Да, тебе нужна не лютня, а оружие. Не всегда все можно решить. Оружие, музыка, помогая там, где дурацкий меч, бесполезен. И вообще я не ради себя это делаю, а ради тех, кого мы потеряли по пути сюда. Это важно. Вырвать... А давай я тебе помогу закончить. У меня есть и другая лютня. Хочешь? Но у меня барда нет. Вот разве что Астариан, но он... Не бард, он плут. А о чем песня? О моей наставнице Ли Хейли. Она любила танцевать, хотя обе ноги у нее были левые. Я помню, как проснулась однажды в дороге и увидела, как она танцует под звездами. С такой улыбкой на лице. Я тогда посмеялась, но теперь, как подумай об этом, сердце разрывается. И слова рассыпаются, как зола. Постой-ка, мои слова обратятся в золу. Ну да, делов-то, стоило только поговорить. Да, продолжай. Что все в порядке, что со мной все будет хорошо, и спасибо за все. Вот это и надо выражать. Луна напомнит мне о тебе, и та любовь, что всегда со мной. Погоди. Че? И смотрим песенку. Исполняет, как там ее, Альфира, что ли. Я очень надеюсь, что эту песню не забанят. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Вы чё? Ормин. Попробовать с ним побазарить можно. А чё? Ближе никак? Ни судьба? О. Что касается стороны? Жрёт рыбу, лечится на лету. Молодец. На себя. И быстрей базарить. Остаётся до полного отдыха. Твою-то мать. Он так и не вернулся. Да, запах пропал. Он пропал. Запах пропал – это нехороший симптом. Ты самый грустный медведь. Так уходи. Да, у Larian Studios всегда были вот такие вот приколы. С разговорами с животными. С какими-нибудь там диалогами непростыми. И необычными. Здесь слишком глубоко придётся прыгать. Но у нас Shadow Hard Maggot. Тоже не слабая девица. А почему она? Да потому что самая внимательная из всей банды. И возможно здесь она что-то обнаружит. Но не в этот раз. Сюда ты попасть не можешь. А здесь… Слушай, а вот тут вот может быть что-нибудь? Нет. А тогда зачем мне этот край карты? Если здесь ничего нет. Ну ладно. Породолжаем, значит, двигаться. Ты чё какой? Или он так рыбу типа ловит? Породолжаем исследовать рощу друидов. Пошли уже этого Зоро найдём или… Блин. Тут столько имён, всех не запомнишь. Целительница Нетти. Она отыскать её можно во внутреннем святилище. Друид Хальсин. Так и не вернулся из экспозиции на землю, занятой гоблинами. С гоблинами мы разберёмся. Вот Зоро – это в яслях гитиянки это всё находится. Но сначала к Нетти сходим, раз уж мы здесь. А Нетти должна быть святилище. В святилище у нас находится вот тут, как я полагаю. Пойдём сюда. Каменная дверь откроется. Открылась. Изумрудная роща. Мы внутри. А почему всё в камнях? Простите, простите. За что? Отпустите меня, я больше не буду. А, это та девочка. Это безумие Кага. Она всего лишь… Кто? Радх? А, кто Радх? Воровка, отрава, угроза? Я посажу под замок дьявольской семьи и изгоню всех чужаков прочь. С тобой поторговать можно. Но я не стану. Она украла или… Да, это та девочка, родители которой в прошлой серии пытались пробиться, чтобы с ней поговорить. Там их не пустили. Меня пустили. Она пыталась украсть какую-то реликвию у друидов, чтобы они не могли запечатать эту рощу. И, соответственно, чтобы тифлинги здесь не остались навеки вечно и смогли уйти рано или поздно. Но у них тоже у этих тифлингов не все так гладко между собой, потому что кто-то хочет остаться, а кто-то хочет идти воевать с гоблинами. Что она сделала? Девочка? Да она паразитка. Она ела наш хлеб, пила нашу воду, а потом украла нашего священного идола. Вот какова была ей благодарность. Ратф, посади ее под замок. Пусть ждет завершения обряда. И сиди смирно, дьяволица. Тила нервничает. Послушай, Кага, мы же вернули идол. Разве делай, что я говорю. Кага, это как раз-таки одна из лидеров друидов, и она нехорошая тетенька. Скажем так, крайне жестокая. Природа, бросок D20. Гармония для друидов не превыше всего. Засадив девочку, ты нарушаешь природную равновесие. Убеждение от харизмы. Отпусти, я прослежу. Что, природа? Вряд ли ее это убедит. Давай попробуем просто поболтать. 16? Да я не прокину в жизни столько. Ну... Жесть. Нет, Тифлинг останется тут до завершения обряда. Выполняй приказ. Чернокожий друид. Боже, что мой. Оу! Нет! Вы чего? Вот это не прокинул кубы. Она мертва. Всеми богами, клянусь, Кага. Что ты натворила? Сила ко мне. Да, на совести твоей невинное дитя теперь. И все ради чего? Похороните останки и продолжим отряд. А родители, они ждут снаружи. Эта чужестранка сообщит им обо всем, когда я с ней поговорю. А мы должны сосредоточиться на обряде. Эм... Эм... Да. Спирайте твои сладости. Я эту Кагу... Буду... Пытаться сместить... С ее позиции. Потому что девочка вообще ни в чем не виновата. И уж точно она не заслужила такого. Да. Ну скажи это, давай. Ты считаешь меня чудовищем? Да, считаю, мать твою. Ты ждешь милосердия, хладнокровно убив ребенка, когда защищаешь своих. Кровенно говоря, мне просто хотелось посмотреть. Она сделала выбор. Я знаю таких, как ты. Для вас существуют только жертвы и злодеи. Гадюка показывает клыки, защищая свое потомство. Я называю ее матерью, ты чудовищем. Ладно, все это не имеет значения. Идал Сильвануса вернулся на место, обряд возобновлен. Мы запечатаем рощу, укроемся от опасности, избавимся от чужаков. Нельзя просто так взять и выгнать. Теперь я первый друид, и я буду защищать рощу любой ценой. Ну, ты отлично показала себя в бою у ворот. Сразу видно, что ты опытная наемница. Я хочу, чтобы ты предложила свои услуги главарю Тифлингом Зевлору. Скажи, что ты выведешь чужаков за пределы рощи. Я уверен, они тебя вознаградят. Они должны уйти отсюда к последней молитве. Если нет, Гадюка нанесет удар. Запечатать насмерть навсегда рощу — это не выход, это не средство защиты. Я могу ее прямо сейчас атаковать. Конечно, делать этого не буду. Она, по-моему, четвертого уровня, а мои ребята всего лишь третьего сейчас, если мне память не изменяет. Ну и плюс здесь полно помощников. Беженцы не моя забота. Ладно, я поговорю с Зевлором по-любому. В этой истории может быть лишь один конец. Пришлая гниль будет вычищена, а роща закрыта навеки. Я хочу вот ее отсюда нафиг выкинуть. Первым друидам сделать кого-то посговорчивее. Картофан. Тарелка. Дневник. На этой увесистой книге стоит надпись 1371 и печать в виде благородного оленя на темно-зеленом фоне. Опозин решил проблему, все инструменты. В деревне от юга отсюда видели красного мага. Непонятно, что. Это явно ее дневник, она очень жестокая тетка. Радх, ну что это на моей стороне? Смелося над нами, Сильвана. Спаси и сохрани. Погиб ребенок, вы не заслуживаете. Змеюка ответит за все. Да. Клянусь звездами, клянусь каждой прожилкой на каждом листе. Так и будет. Так произошло лишь потому, что мы лишились настоящего главы круга. Зовут его Хальсина, вот как раз его-то и нужно возвернуть. Срочно. Я понял. Я Нейтти вообще ищу. Ты найдешь ее дальше в пещере. А Хальсина я тоже ищу. Я бы отдал что угодно, лишь бы Хальсин вернулся домой. Давай обсудим сколько весит. Мы в отчаянном положении. Я открою тебе сокровищницу рощи, даже если круг запретит. Вот это уже хороший разговор. Эльф с медвежьей душой, он ушел на запад с искателями сокровищ. На запад. Если увидишь первого друида, ты его ни с кем не спутаешь. Ну да, на нем вот так вот написано будет его имя. Маркорил, ты кто такой? Нападение гоблинов, а теперь вот мертвый ребенок. Нам не стоило впускать к себе чужаков. Лоик. Мы не хотели причинять зло ребенка. О нет, поди же прочь. Довольно роща пострадала из-за всех нас. Беспалео так все залезли на стол. Трактаты. Воровать их нельзя, читать это слишком долго. Простите уж меня за это. Табличку можно читать. Кстати, там красивый рисунок. Фреска, наверное. Не, не фреска, просто рисунок. Арфас природы, ты припоминаешь рассказы о союзе между друидами и орфистами, но без особых подробностей. Да, у орфистов где-то тут какой-то заныканый клад. Но пока у меня даже намеков нет на то, где его искать. В глубине пещеры. Идем, он сундук из лозы, надо глянуть. Каменная дверь. Опа. А по пули. Сюда мы тоже заглянем. Ножик. Простой, тупой нож. Подожди, седой явно это место охраняет. Давай-ка я с ним переговорю. Опять не пойми, кто приходит мне докучать. Ну и что дальше? Гонять меня будешь? За хвост подергаешь? Орать будешь так, чтобы у меня голова лопнула? Кто тебе докучает, я их проучу. Молчи, тебе помощь. Твоя помощь тут не потребуется. Все в порядке, идем дальше. Покой и прислуги всего лишь навсего. Кошель. Ряды книг. Я не буду воровать. Тут особо, я думаю, ничего мы и не найдем. У нас с золотишком все в порядке на самом деле. Золото отряда 1060. Сейчас мы это дело отсортируем. И надо вот это вот волшебное колечко выдать Лейзеле, я думаю. Потому что она в ближнем бою часто оказывается. И вот эти вот брызги в лицо очень пригодятся. А еще надо понять, почему Энжи все время проклятие ловит. Проблема в перчатках или в чем? Эти перчатки жрицей и кишкой помогают всем, кто носит на своем теле знак абсолютно. Но безжалостны ко всем неверным. Вот оно что. Печать абсолюта. А я их не таскаю. Поэтому эти перчачи нужно снять. Нафиг. Но снять. Они лишнее проклятие вызывают, а пользы от них не то чтобы много. Идем дальше. С Марккорилом я уже беседовал. Отправляемся вглубь пещеры искать Нетти. Ты? Да. Ты Нетти. Больше здесь ничего нет. Все красным подсвечено. Трогать нельзя. Заругают. Чик-чирик. Давай почирикаем. Я вижу. Погоди-ка минутку. А как ты говоришь, у тебя рот не раскрывался. Терпеливо ждать. Вот. Теперь все только от нее зависит, выживет или нет. Ну так что тебе надо-то? Я ищу Нетти. Мне нужна помощь. Немедля. Исцеление. Ммм. Да. Достаточно, чтобы сказать, что с тобой в целом все в порядке. Разве что усталость. Мы все немного устали. Она хафлинг что ли? То есть друидом может стать представитель любой расы, я так полагаю. Это не просто усталость, мне что-то заползло в глаз. Личинка в голове. Лучше прямо ей скажу. Личинка свежевателя разума. Она самая. А что, есть какие-то другие? Мне лягушка в глаз не запрыгивала, чтобы головастика вывести. Да. Это серьезная проблема. Пошли со мной, возможно я смогу помочь. Я может быть способом помогать. Мы должны быть быстрыми. Вот так. Давай дальше разговор Лоизель будет вести, потому что она спец по этому делу. Возвращай. Возвращай. Да я зашел. Что дальше? Там клинки были. У этого была та же проблема, что и у тебя, напал на нас в лесу вместе с гоблинами. Вскоре после этого из его головы выползли личинка. а посмотреть можно пока вы там бла-бла я гляну скрытый труп дроу а это просто кинжал просто кинжал меня не интересует тут больше ничего нет записи о наблюдениях двинник дневник хальсина здесь есть записи даже прочесть нельзя жадные вот вы жадные маню здесь ничего нет тайные общества исторический свиток читать не перечитать куча воняет явно секретная дверь еще одна все на этом пустая ячейка сюда тоже надо какую-то книжицу положить исследовать и исследовать ладно продолжаем разговор и ты убил его разложила на столе освежеватели разума каждого 2 вот мне казалось это редкость кстати да а у чё ты там копошишься ты со мной ничего не сделаешь нехорошего до их стало немало в последнее время по крайней мере так показалось наставнику хальсиновой потому он и отправился в поход с искателями сокровища какая жалость что с тобой встретилась я не он много дней провел изучая личинку дров быть может он нашел бы какое-то другое средство но дай руку а чё лекарство теперь давай руку прошу тебя у меня у тебя нет времени на игры подозрительно ну ладно тебе не обязательно оставаться здесь я останусь результат меня живо интересует шипом она меня поцарапала вот и все осторожно скорее всего ноги откажут первыми чё извини меня возможно наставник хальсин смог бы вытащить его из твоей головы но я не могу а раз наставника нет единственное лечение для тех кто заражен алитидами смерть и несешь опасно какого черта но хотя бы яд безболезненный ты скоро ты просто уснешь ай твое мать мало мне было личинки так еще и траванули нафиг вообще красота ты чё отравила что пожалуйста пожалуйста расслабься давай закончим с этим мирно дай противояди сейчас же я не могу рисковать если ты превратишься нам всем конец а ну давай сюда не дам побеждение запугивание обман обман ты не можешь так поступить ваша старшая я не буду бушевать попробую убедить если нет просто уйду десятку надо кинуть а не получилось прости тебе не изменить моего решения теоретически можно ее завалить тут все обшарить но мы не будем этим таким путем следовать дверь заперта не один из нас не идет пока все не будет кончено а по на пороге смерти слышь вот это уже нехорошо она ничего не почувствует это самая лучшая смерть да ничего теперь делать руна орла руна медведи руна лося пустая ячейка и я понял я так полагаю нужно с этим делом разобраться самим да и желательно скрытно потому что убедите и не получится нападать не вариант повыслевший дневник давай засеивлюсь вроде на карты присела тихаря прочитаем найдено в строении на в реке на юге книга не проливает света на назначение мрачного здания все прочие домыслы черновик книги том 4 что с этой руны делать а мне нужна какая-то руна у меня есть гелиотроп а вот так не удалось разберемся то есть надо знать что сюда засунуть лось медведь орел волк здесь должен быть волк вопрос как ровно волка создать и почему там гелиотроп столько вопросов мать ее доклада переписки ряды книг руна лося активирована руна медведи она же меня не спалит не должна она там что-то интересно что каменную плиту увидела она заперта скрывать и я не буду исторический свиток читанием китаре кольца не печать было искажено тьмой на кто то 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 тайное сообщество побережье и присядь еще на честь орфисты друиды теней орден к лурда темные истициары понятно давай еще вот эту вот руну потрогаем их нужно в нужном порядке еще к тому же активировать что ли или как все раскурочено но не без но без на не безнадежно нам нужно как-то создать руну волка для этого надо вот это вот все почитать проблема можно у нее обокрасть что-нибудь выкрасть это конечно бесполезно этот пустой кинжал меня не интересует у меня уже где-то он тут валялся да и как ты и не пользуюсь я не хочу на нее нападать найти не сумела мы должны срочно найти противоядие ай беда беда ну как бы я же да и скрытность это вышел чего она ничего не почувствует самая лучшая смерть а почитать можно прекрати нельзя знаешь чем мы сейчас сделаем все уйдем сюда выберем нашего плута ну давай цеплясь он подкрадется вот так вот иллюзор на бус отвлекает существ сначала смотрим ее внимательность теле бонусы с этим непонятно ничего да золотой двор фанья раса она не хаффлинг еще раз и блин она отошла садись давай обокрасть стройчивости к огню эликсир сильвануса выводит самые тяжелые яды мистический обруч необычный шлем сюжетный предмет природа плюс один яд вивер на этим она меня траванула мне нужно этот эликсир выкрасть стоп то есть я вот так выбираю что воровать тихо ты украсть прекрати провал не то украл чё надо было блин нафиг мне этот обруч кстати на голове у нее надет был одет на голову ее оружение навык природы сюжетный предмет я конечно же у себя оставлю но продолжаем диалог украсть не получилось это уже абузин абузинг какой-то прям получается успех закрываем эту дверь я потом как-нибудь открою эликсир сильвануса но хорошо же если ты не оставишь своих попыток ее спасти мне придется разобраться с вами обоими вот это поворот блин я ее лишу сознание убивать не буду она так сначала выпить не знаю помогло это или нет лечебное противоядие цель далеко подбеги и вот так вот попытаюсь ее короче отрубить следующий кто shadow hard тоже подбегай то же самое проворачиваем а как это же если атака должна убить она вместо этого упадет без сознания все я понял значит сначала стреляем надо немало хп оставить ты отходи подальше как бы все она захилилась и пытается и уйти но мы ее никуда не пускаем она какую-то хрень накинула на лазель она прошла испытание с ней все в порядке сейчас ходит вид иметь наш до руби ее полностью промах серьезно прыгай сюда и жди медведь может ей втащить в недосягаемости провоцирующий рев вынуждает атаковать медведь же давай ари испытание да кстати влоги надо было вытащить теперь наверно будет не так то просто мне нормально все провокация найти выполняет испытание провокации и надо было 14 выкинуть она 16 бросила для провоцирующего рева тринажка была до давай так пятерка хорошо лишаемые сознания промах но что ты будешь делать ты отдыхай плюс 3 отхил направляются в ради действия зачем полин смертельный удар твою же мать бездумная откровенность до добра не доводит дальнейшем лучше держать рот на замке как же мы найдем того кто нам поможет если не будем но мы зору найдем хилл хилл хельсин хальсин да точно так что ты права перепуганная злоблена толпа разорвет нас раньше чем прикончит паразит кстати говоря этот самый хальсин звучит вполне обнадеживающе ему и надо рассказать если конечно нам удастся его найти мне крайне жаль а я все еще на пороге смерти на секундочку устойчивость к огню с дружбы с животными ядве верно подбираем боевой посох нафиг простая мантия нафиг цветок дружбы с животными отдадим ее шелухард пригодится зелье устойчивости к огню себе заберу а теперь можно читать и тут ничего больше особо нет записка друида изумрудный анклав дневник хальсина поразительная новость пока мы с на этим медитировали поражает вернее беспокоит другое в этой истории убив дрова как кто-то выползает из его черепа какой-то паразит поймал и принес чтобы изучить прежде чем рассказать остальном как и хочет слышать ответ у меня их пока нет личинка в бутылке кстати зачем я ее забрал мертвую отменно сохранившиеся выбросили нафиг записки о наблюдениях понятно больше ничего нет а как мне от этого состояния избавиться остается навсегда знаешь чё я пожалуй загружусь зачем я это сделал да затем что ни хрена вот это состояние при смерти не ушло возможно я неправильно выпил это противоядие возможно я спарился не вовремя и все это дело сломалось и к тому же она померла я не хотел ее убивать ну и в крайнем случае я могу вот эту дверь вскрыть попытаться чем-нибудь так что дубль 2 воруем заново обруча еще не спер и хорошо меня интересует только вот это противоядие не получилось попробуем еще раз она не против шестерку бросай но вот и валим отсюда валим 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 возможно она сагрится как только я передам энджи это самое зелье не знаю бухай о хорошо получила сразу вот теперь можно сохраниться и если она на меня нападет у меня уже выбора как бы совсем не останется топаем отсюда все равно она на полу личинка не развивается так что видимо время есть я позволить себе им воспользоваться так будет справедливо но вначале вот тебе флакон яда верно поклянись мне что выпьешь его при любых симптомах превращения договорились клянусь надеюсь до этого не дойдет но спасибо тебе вот пойми ты в страшной опасности из-за этой личинки наставник кальсин того единственный шанс с чего начать спросить тех людей что его бросили кроме них никто не знает что там произошло все что мне известно что они отправились к старому святилище с луны и назад он не вернулся почему он может тупой вопрос вообще почему он может потому что он наставник а ты не наставница вы что убили того дро потому что начал превращаться нет он бы меня пополам разрубил если бы наставник кальсин не успел раньше вместе с дроу шли гоблины не часто такое увидишь есть подозрение что элитиды на разум этих самых гоблинов воздействуют крайне успешно наставник прославленный ценителем но целитель много дней изучал личинку добытую из дроу и заключил что ему нужно найти источник заражения чтобы понять его природу мы можем лишь надеяться что ему это удалось иначе у тебя нет других вариантов кроме этого флакона помнишь что я говорила помню свою клятву нам она пошли отсюда я еще конечно же вернусь двигаемся наверх ну чё я думаю сейчас побеседуем с тифлингами найдем хальсина приведем его сюда и будем эту самую кагу скидывать с ее трона спасти друида найти ясли гитянки найти спасти 1 друида спасти арабеллу к сожалению спасти не удалось змея ее убила нужно отыскать родителей сообщить ужасные вести да придется мне серию заканчивать именно на этой неприятной ноте родители стоят где-то там на ступеньках идем сюда с медведем давай побазарим и он скажет чужак уходи не вопрос вот они насколько я помню в 5 на всякий случай и давай беседу если тебе нечего сказать про арабелла я не хочу слышать скоро и отпустит как убила она назвала и паразиткой угрозой то есть я могу сказать что это все было случайно могу настроить против камень и если я сейчас это начну делать скорее всего закончится все между собой чеком здесь в роще не хотелось бы поэтому просто укусила змея что что ты несешь жрец шар мало какая боль сравниться по силе с утратой ребенка подари свои страдания шар да какая утрата о чем ты говоришь я тебя умоляю скажи с рабелой все в порядке да она мертва с ней все в порядке слишком часто вмешивалась хватит она мертва нормально скорее всего нет лог 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 это кто все задание выполнено завершено лог это муж оставь меня в покое но как-то так с как я как уже говорил разберусь позже мать и сильфи вот здесь вот какой-то пацан а вот он донни сейчас с ним побазарим потому что уж что-то совсем грустно лорчание куда ты в прошлый раз пропал я хочу увидеть логово дракона кивает и тянется к потайному рычагу спасибо что показал ты не мой что ли встречается с тобой взглядом и тоже отводит глаза как будто ему больно на тебя смотреть слышь да не странный ты я пожалуй перед входом в этот люк хотя подай спущусь убежище тифлингов тут лазить и лазить он тут придется попрыгать изрядного по этим всем столбам возможно сюда запрыгнуть но не стал бы из головы вылетела блин как вот эти вот природные образования называются понятно что сталактит и сталагмиты а вот это вот площадка каменная да там еще какие-то лазы всякие разные здесь будет интересно поизучать все это дело вот сюда запрыгнуть здесь много секретов много ништяков займемся мы всеми этими поисками и лутаниями в следующей серии всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал паблик вк сервер дискорда все есть в описании под видео ставьте лайки пишите комментарии как вам такое прохождение может быть я что-то упустил и вы мне поможете это дело отыскать главное без спойлеров за спойлеры буду жестоко наказывать как-то так никому же не хочется портить удовольствие от прохождения этой игры правильно ведь ну и увидимся следующей серии всем пока